Всем привет, добро пожаловать в школу эмоционального интеллекта. Меня зовут Алексей Красиков. Здравствуйте! С 2011 года я снимаю для вас ролики, посвященные тревожным расстройствам и управлению эмоциями. И, наконец-то, мы теперь говорим о коронавирусе, коль уж такая история. Большое количество моих клиентов начинает беспокоиться о том, как коронавирус связан с невротическими расстройствами, с вегетососудистой дистонии и паническими атаками. Что надо знать, как лечится коронавирус, об этом я вам сегодня расскажу. Три дня я советовался с моими знакомыми врачами, собирал для вас самую последнюю статистику. И то, что я сегодня буду говорить, будет не только информацией личной от меня, но и то, что просили передать вам мои знакомые медики. Также мы сегодня обсудим не только симптоматику лечения, профилактику и всё, что связано с коронавирусом. Мы поговорим о том, как мы с вами будем взаимодействовать, если в нашей стране будет введена чрезвычайная ситуация по примеру Италии, где не работают магазины, рабочие работы происходят из дома и всё, что с этим связано. Итак, давайте начнём с самой патоэтиологии или с основы о том, что такое коронавирус. Я не буду сейчас говорить очень сложным, детальным языком. Я скажу так, что понятно, что это коронавирус, это семейство коронавирусов, которые имеют преимущественно животное происхождение. Они мутируют в определённых животных, жидкостях, летучих мышах, грозунах и так далее. Затем с помощью мутации каким-то образом передаётся всё человеку. Это вам знать не надо. Что такое коронавирус вот этого девятнадцатого года? Это, давайте по-простому. Это история очень похожа на ОРВИ и грипп. По симптоматике и особенностям ни врач, ни вы никогда не отличите симптомы коронавируса от лёгкой простуды. В этом и есть вся история, что чихание, насморк, кашель, температура, ломота в костях – всё это будет очень напоминать симптомы ОРВИ. По статистике, половина болеющих так называемым коронавирусом проходит в практически или бессимптомном, или слабо выраженном респираторном синдроме. Проще говоря, это похоже на то, что кто-то ОРВИ переносит легче, а кто-то ОРВИ переносит тяжелее. В чём особенность данного вируса? И об этом говорят врачи. По большому счёту, течение заболевания очень похоже на грипп. И его локализация до 14 недель. То есть, инкубационный период от 1 до 14 дня в среднем 7, как и у гриппа, чуть меньше ОРВИ. И лечение примерно до полного клинического выздоровления, там до 14 дней. В условиях отсутствия прямой вакцины или прямого противовирусного препарата. Заметьте. В чём разница? Разница между классическим ОРВИ и классическим гриппом заключается в том, что у этого вируса есть одна особенность. Он имеет больший процент возникновения осложнений. То есть, он не сразу захватывает, да, и человек борется за жизнь. Больший процент осложнений, если человек, а, переносит всё это дело на ногах, как и любой грипп. Вы все знаете, да, что если грипп переносить на ногах, то можно получить воспаление лёгких, как осложнение. То же самое касается с коронавирусом. Если его переносить на ногах, если не соблюдать общие рекомендации, постельный режим, приём иммуномодуляторов и прочих препаратов, то можно словить осложнение. Так вот, коронавирус отличается от гриппа тем, что процент возникновения осложнений у людей, которые переносят его на ногах 1, у людей, у которых есть обструктивные заболевания и функциональные заболевания лёгких 2, у тех, у кого есть диагностированная сердечно-сосудистая патология 3 и диабет, вот эти люди имеют повышенную группу риска не к смерти, а к осложнениям в виде вирусной пневмонии. Но вирусная пневмония ещё не стопроцентная летальность. О летальности мы поговорим сейчас, с вами чуть позже. Итак, давайте подытожим. Коронавирус имеет симптоматику и синдроматику очень идентичной с ОРВИ или гриппом. По заболеванию и по картине клинической ничем не отличается. Абсолютно. Далее. Особенность заключается только в процентном варианте осложнений в виде вирусной пневмонии в группе риска, о которой я сейчас говорил. Что касается летальности. По последним данным. Во-первых, летальность наступает не от самого вируса. Летальность наступает от а. осложнений и б. сопутствующих заболеваний с этим осложнением. На сегодняшний день статистика говорит следующее. Что общая смертность держится на уровне 2 и 3 процентов. 2,3. 2,3. Самая высокая смертность показана в группе людей старше 80 лет. Примерно 14,8 процентов. В группе до 70 и до 80 около 8 процентов это у тех людей, у которых было осложнение. На одного ребенка, ни одного ребенка в возрасте от 0 до 9 лет не умерло. В группе от 10 лет до 40 лет смертность составляет примерно 0,2 процента. Мужчин умерло больше по статистике, чем женщин. Мужчин умерло 2,8 и женщин 1,7 соответственно. Сопутствующие заболевания повышают вероятность неблагоприятного исхода и развития осложнений, среди которых сердечно-сосудистые заболевания, диагностированная тяжелая форма гипертонии, диабет, хронические заболевания, обструктивные дыхательные системы. Вот, собственно говоря, все по статистике. Теперь сразу моим клиентам. Невротические расстройства, вегетососудистая дистония, беспокойство, тревожное состояние не является ни обструктивным заболеванием легких, ни является сердечно-сосудистыми заболеваниями, ни является ни муковисцидозом, ни является бронхиальной астмой. Поэтому ваше невротическое состояние никакого отношения к группе риска в этом смысле не имеет абсолютно. Это вы должны для себя уяснить. Что делаем дальше? Теперь поговорим о том, как передается этот вирус и что надо делать, чтобы избежать паники. Во-первых, вы должны понимать, что вирус не может перекинуть с правого берега реки Иордан на левый, потому что он перелетел, переплыл и так далее. Вирус не ползает, не ходит и не летает. Вирус передается исключительно от человека к человеку с помощью бытового контакта. От того, что вы пожали руки человеку, который болеет коронавирусом, вы не заболеете. Он не впитывается, как кислота, в вашу кожу. Он не проникает сквозь одежду в вас. Он не захватывает территорию, как облако токсичного дыма. Чтобы передаться коронавирус, есть несколько путей так называемого входа. Самый популярный вход это через глаза, как бы ни казалось это странно. Через оболочку глаз. Причем чем она суше, тем более вероятно проникание вируса через вашу слизистую. Именно поэтому медики работают в пластиковых очках, потому что если кто-то чихнул и вирус с частичками слюны полетел и осел у вас вот так вот на глаза. Даже если вы сказали вот так, сделали, то вот это прямой путь передачи. Соответственно, первое это через глаза, если на вас чихают. Второе и самое популярное это вы потрогали какие-то предметы, на которые либо кашлял, либо чихал зараженный человек. И вы потом эти грязными руками либо потерли глаза, либо облизали, либо что-то потрогали и съели. Все. Ну и естественно, если вы целуетесь с больным. Соответственно, это все. То есть, если вы будете следить за гигиеной рук, если вы будете следить за глазами, и если вы будете следить за тем, с кем вы целуетесь в этом смысле, то вы очень хорошо обезопасены. То есть, в идеале это выглядело бы так. Вы одеваете, вы моете руки, одеваете перчатки перед общественным транспортом и пластиковые очки и повязочку. Если вы в повязке, в пластиковых очках и с перчатками, никаким образом вирус в вас не проникнет. Вот это надо понимать. Приехали на работку, сняли перчатки, помыли руки, сняли очки, например, выкинули маску, сняли, выкинули. Умылись. Все. Работаете. И чаще моете руки после контакта со всякими бытовыми штуками. Будете ли вы соблюдать именно вот такие нормы или нет? Это лично ваше дело. Моя задача, по-моему, была объяснить, как это все дело передается и как выглядит гигиена. Понятно? Но надо понимать, что это исключительно контактный путь передачи. Он не приходит, то есть пыль не придет к вашу деревню с этим самым вирусом. Последнее, что хочется сказать, это то, как мы будем с вами работать, если у нас будет введено чрезвычайное положение и карантин. Значит, работать мы с вами будем так же, как и работали. Вы занимаетесь на сезоне, неважно, дома вы, на карантине вы, на больничном ли вы, да? Вы занимаетесь на сезоне онлайн, вы смотрите наше занятие. Если вдруг случится так, что мне пятничных моих клиентов придется перенести с офиса на скайп, значит, будем просто заниматься какое-то время не в офисе, а в скайпе. И это время потратим, пока мы все в карантине находимся, на работу над собой. Возможно, это даст то самое время, которое поможет вам выделить его на занятия эмоциональным интеллектом, управление эмоциями. И сама по себе ситуация будет хорошим стресс-тестом для того, чтобы научиться управлять своим состоянием. Если вы заболеете коронавирусом или я заболею коронавирусом, помните, что смертность 0,2 в случае осложнения. Огромное количество людей, и вот и дети, и взрослые, они в большинстве случаев, 80% проходят в легкой и умеренной форме ОРВИ. Чтобы не словить осложнения, соблюдайте рекомендацию врачей. Будьте, пожалуйста, осторожнее, особенно люди с возрасте. Изолируйте ваших бабушек, дедушек, родителей в возрасте от излишнего риска. И все будет хорошо. Я думаю, что мы преодолеем эту историю. Не буду сейчас рассуждать, откуда это и кому это выгодно. У меня есть своя по этому поводу позиция, но сейчас не об этом. Спасибо вам большое. Будьте здоровы. Ваш Алексей Красиков. Канал Неврозный Мегаполис. Продолжение следует...